Музыка Размышления о церкви в эпоху локдаунов. Церковь в эпоху локдаунов. Я уже делился с братьями этим материалом на прошлой неделе на братском общении пресвятеров Одессы, собственно говоря. И сейчас я его повторю с учетом того, как братья реагировали и какие дали еще замечания и дополнения. Итак, церковь в эпоху локдаунов. Мне хотелось бы начать с текста Священного Писания, который написан в 38-м псалме. Это псалом Давида. И Давид с каким-то, если вы почитаете весь псалом, он с каким-то, может быть, огорчением или с непониманием спрашивает, ну что же происходит, Господи? Что происходит вокруг меня? Почему так плохо все? И задает очень важный вопрос. А ныне чего ожидать мне, Господи? И есть ответ. Надежда моя на Тебя. То есть, когда мы говорим о эпохе, в которой мы живем, мы видим с одной стороны беду, видим проблему, а с другой стороны мы видим надежду. Надежда моя на Тебя. Сегодня, когда началась целая серия локдаунов с марта прошлого года, они то были более острыми, то более слабыми, наши евангельские церкви к ним отнеслись по-разному. Вот локдаун – это как раз, как мне кажется, то состояние, которое иллюстрирует вот этот коллаж. Вы видите знаменитую фреску Микеланджело, где Бог создает Адама. На фреске руки у них соприкасаются. Здесь, в этом коллаже, показано, что произошел некий разрыв между Богом и человеком, и часто этот разрыв связан с остановкой, с карантином, с локдаумом. И тогда, когда это происходит, собственно, в церкви реагируют по-разному. Некоторые считают, что локдаун – это просто остановка. Ну вот карантин был, он скоро закончится, вот лето начнется, грипп закончится, и все будет как прежде. Это же не первая пандемия. В истории человечества уже было очень много таких пандемий. Другой взгляд. Мир меняется, и пандемия – это поворот. Поворот, который серьезно изменит весь мир и навсегда повлияет на церковь. И я абсолютно согласен и поддерживаю эту точку зрения, что мир уже никогда не вернется к тому состоянию, который был до пандемии. Это навсегда. Пандемия, локдаун, карантин – это вступление в новый мир. И, как мы сегодня уже слышали, эта мысль уже подчеркивалась, что не надо думать, что когда-нибудь все вернется по-старому. Возникает действительно новый, другой мир. И самый главный вопрос – что ждет евангельские церкви? Пандемия действительно не первая. Таких пандемий было достаточно много. И вот я здесь показываю обложку книги, которая вышла в 2017 году, еще до того, как появилась пандемия. И называется эта книга «Пандемия. История смертельных вирусов». Соня Шах написала очень увлекательная, интересная книга, которая рассказывает, какие уже были в истории человечества пандемии, как люди реагировали, как они боролись с ними. Надо сказать, что пандемии были более ужасными, чем та, которой мы сегодня столкнулись. Ну, взять даже хотя бы совсем недавно, очень серьезная большая пандемия в начале 20-го века, 20-30-х годах 20-го века, испанка, грипп испанка, который унес намного больше человеческих жизней, в сотню раз больше человеческих жизней, чем COVID-19. То есть пандемии были, и все-таки как-то человечество преодолевало лучше, хуже, но преодолевало эти пандемии. Но то, что происходит сейчас, в корне отличается от всех исторических пандемий, которые были до этого времени. Во-первых, изменилась скорость распространения эпидемии, и поэтому эпидемии становятся сегодня гораздо более ужасными. То есть скорость распространения теперь меряется днями и часами, а не годами и месяцами, как это было в прошлом. Во-вторых, очень важная особенность в том, что появились совершенно новые технологии, глобализация настолько связала разные страны, разные регионы, что, собственно, мир уже можно рассматривать как большую деревню, где все друг от друга зависят. И поэтому, если происходит разрыв этих связей, то это оказывает очень существенное влияние. Интернет очень сильно изменил ситуацию. Сегодня из-за интернета мы совершенно иначе воспринимаем весь мир, и особенно пандемию, и все, что происходит, чем это было даже в начале 20 века. Карантин, который то усиливается, то ослабляется, и дальше будет то же самое, он тоже будет ослабевать, будет казаться, что уже жизнь стала нормальной, но это ненадолго, потом снова будет новая волна или гриппа, или любой другой эпидемии. И вот это состояние создает совершенно новые привычки у людей, формирует в мире другое совершенно мировоззрение. Ну и еще одна очень важная особенность, то, что государственные структуры очень умело используют карантин для того, чтобы насаждать контроль и усилить тоталитаризм. Вообще, надо сказать, что эпидемии всегда приводят к усилению тоталитарного режима везде. Это всегда было в истории, и наш случай, с которым мы сегодня имеем дело, это не уникальный случай. То есть, эпидемии реальны, действительно реальны. Карантин действительно надо было обводить, но его очень часто используют для политических интересов, для политических целей. Ну, яркий пример, вот совсем недавно или еще продолжается, в Молдове, например, очень строгий карантин, чрезвычайное положение введено не потому, что там больше заболеваний, а просто потому, что хотят распустить парламент, ну и парламент вводит чрезвычайное положение, и таким образом он может существовать еще несколько месяцев, ну, во время чрезвычайного положения, кто будет выборы делать. То есть, это манипуляции, которые не только для Молдовы характерны, уверяю вас. Это всеобщее состояние, которое использует правительство любых стран совершенно однозначно. Итак, карантин никогда не закончится, хотя будет ослабевать. Он ослабеет, но остается дистанция. И, с одной стороны, вот это состояние для евангельских церквей многое значит. Евангельские церкви сразу перешли в интернет. И надо сказать, что интернет действительно выручил нас. Тогда, когда начались массовые вот такие карантинные мероприятия, мы поспешили в интернет и в надежде, что YouTube, там, Zoom или другие какие-то инструменты спасут церкви, помогут удержать членов. Ну, вот, вы видите, здесь тоже интересный такой коллаж, знаменитая картина Леонардо да Винчи «Христос и апостолы, и тайная вечеря». Ну, здесь Христос сидит один, а апостолы на зуме все. Ну, собственно, это то, что сегодня произошло во многих церквях. И представить себе, конечно, такое положение, это вызывает, конечно, только улыбку, это ирония. С одной стороны, интернет, как я сказал, выручил нас. И большинство пасторов очень обрадовались, что есть такой инструмент, и все, даже небольшие церкви, где раньше не думали ни о каком видеослужении, сразу обзавелись видеокамерами и стали транслировать хотя бы в YouTube все свои богослужения. И это вроде хорошо, но за это приходится платить. И есть очень большая цена, которую придется заплатить за то, что церкви переходят в интернет, за то, что формируется виртуальное сообщество христиан. Исследования по Восточной Европе исследований нет, в этом случае я не знаю таких исследований. А вот Pure Research Center в Северной Америке проводит регулярные мониторинги, исследования состояния христиан, и они указывают в своих исследованиях, что как минимум 4 из 10 христиан Северной Америки полностью заменили посещение церкви на виртуальное участие. 4 из 10. То есть это очень большая цифра. И что будет дальше с большинством членов, это вопросы, которые требуют, наверное, безотлагательного и серьезного очень решения. Действительно, если переходим в онлайн, то надо подумать, можно ли слушать проповедь, сидя в кресле, в тапочках, с чашечкой кофе, а еще если в другой руке листать Фейсбук. Можно ли всерьез участвовать в прославлении и молитвословии, если ты сидишь дома, слушаешь даже очень хорошее пение, но участвуешь ли ты в этом прославлении? Это очень большой вопрос. Те ли же чувства нас охватывают, когда мы участвуем в онлайн-вечере, так же это, как при реальной вечере, при таком физическом участии. То есть это вопросы, которые заставляют задуматься о том, хорошо ли воспользоваться той виртуальной реальностью, которую нам сегодня предложили, и, собственно, Господь предусмотрел. На мой взгляд, это была главная причина, почему церкви так легко согласились с требованием Министерства здравоохранения и практически закрыли свою деятельность в марте-апреле прошлого года. Ну и многие до сегодняшнего дня остаются так частично закрытыми. Почему они согласились? Потому что есть альтернатива, есть интернет-служение. Переходите в интернет, сегодня звучат точно такие голоса, вот будет Пасха, пасхальное служение, и нам рекомендуют тоже перейти в интернет, и многие соглашаются, потому что, ну, как будто бы все в порядке, есть та же проповедь звучит, тот же хор можно показать, то есть все вроде бы остается то же самое. Это в корне отличается от предыдущих пандемий, тогда, когда, скажем, в средние века или еще в 20 веке была пандемия, церкви тоже закрывались, но они не закрывались все и не закрывались одномоментно. Вот то, что произошло в 20 году, когда практически во всех континентах церкви закрылись почти практически в одно время, ну, остались только некоторые там единичные церкви, которые не согласились и демонстративно продолжали служение, но это впервые в истории христианства такое событие, хотя, еще раз повторяю, раньше тоже закрывались церкви. С одной стороны, это не очень хорошо, с другой стороны, это новое миссионерское измерение, новый контекст для церкви. И вот только что мы слышали свидетельство, сестра рассказывала, как она через ум, оказывается, может достичь очень многих людей и может свидетельствовать, делать то, что раньше она никогда не могла бы делать. Это очень хорошее начинание и хорошая возможность этот новый миссионерский контекст, который раньше очень слабо развивался. Но, с другой стороны, эти новые условия заставляют совершенно по-новому проповедовать. Вот искать другие формы пастырского помещения. Появляется гораздо больше требований компетентности. Если раньше я мог допустить себе какую-то ошибку во время проповеди, ну, не так сказал, не то что-то там произнес. 20-30 человек в моей церкви слушают это. Ну, Господь, конечно, слышит тоже. Но это где-то остается в небольшом кругу. Сегодня все, что мы говорим, сразу выкладывается в интернет. Вот сейчас я перед вами выступаю, а все это уже на ютюбе. И любой желающий может смотреть и слушать. И ответственность совершенно другая. И требования компетентности совершенно другие. Здесь уже нельзя позволить себе никакой ошибки. Еще одна очень важная особенность современного состояния церквей – то, что ослабевает вертикаль управления в церквях и в объединениях тоже. И уменьшается авторитет пастора. Тогда, когда члены церкви перешли в интернет и получили возможность сравнивать, слушать разных служителей, то, естественно, возникает уже конкуренция. И хотя мы любим своего пастора, очень доверяем ему, но теперь зато появляется еще какая-то альтернатива. Люди некоторые начинают себе выбирать пастора, выбирать душепопечителя в интернете и обращаться к нему. То есть уменьшается этот авторитет и ослабевает вертикаль управления. Вообще возникает еще одна очень важная особенность – это маскированность. Вот маски, которые заставляют носить, как бы в физическом мире они не так страшны. Ну, одел маску, не одел маску – это как бы личное уже дело человека, или там подчиняется он, или не подчиняется. В интернете все в масках. Это особенность интернета. В интернете, как правило, люди себя не показывают. Даже если он подписывается своим собственным именем, хотя чаще всего он именем не подписывается, какой-то никнейм пишет, какую-то кличку себе создает. Но даже если он собственным именем подписывается, он все равно себя по-настоящему не представляет. Он все равно одевает маску. Он говорит то, что он хочет, чтобы люди услышали. Показывает то, что он хотел бы, как его могут оценивать. То есть это фактически маска, которую человек одевает, и там очень легко спрятаться, легко показаться не тем, кем ты есть на самом деле. И еще одна очень важная особенность в том, что через общение онлайн значительно ослабевает духовная составляющая. Практически она сводится к нулю. То есть замена происходит духовного на душевное. Это, на первый взгляд, незаметно. И пока еще, может быть, больших посредствий в церкви не почувствовали от этой замены. Но эта замена очень серьезная. Эта замена происходит от того, что человек вообще, как существо одновременно и духовное, и материальное, с богословской перспективы, он целостен. В нем нельзя оторвать дух от плоти. Собственно, когда дух уходит в одном направлении, а плоть в землю уходит, то это называется смертью. Экклезиас так и говорит об этом. То есть дух и тело связаны в человеке. Он целостен. Поэтому Павел и пишет в первом послании Фессалоникийцев, в пятой главе, чтобы ваш дух, душа и тело, во всей целости, целостности, сохранились в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Вот эта целостность человека в виртуальном общении разрывается. Ну, в некотором смысле, так сказать, мы можем духом парить где-то в другом месте, присутствовать духом, скажем, в какой-то другой общине, но это фигуральные выражения. В буквальном смысле, если говорить, то дух все-таки имеет некую локализацию всегда. И вот эти астральные опыты, когда человек выходит из тела и там где-то летает в каких-то мирах, категорически Богом запрещены. Это та область, где человек туда не должен вмешиваться или каким-то образом экспериментировать с такими вещами, с разделением духа и тела. А вот представление виртуальной действительности как раз подталкивает людей к тому, чтобы вот духом они присутствовали как бы на вечере, а телом в это время они могут в другом месте быть. Происходит с богословской точки зрения разрыв между духом и телом, особенно в вечере это проявляется, этот разрыв. Поэтому, хотя мы, скажем, в своих исследованиях, которые публикованы вот в этом 26 номере Альманаха, здесь есть исследования группы преподавателей Одесской богословской семинарии по поводу вечери, мы в этих исследованиях показываем, что теоретически можно проводить вечерю онлайн перед экраном телевизора, если она совершается в реальном времени. Но это исключительное явление. Это не может быть постоянным действием. Это может быть в какой-то особой ситуации. Но если постоянно это происходит, это означает как раз вот разрыв духовного и телесного, разрыв целостности человека. И здесь скроется очень большая опасность, когда мы идем на такой разрыв. По сути дела, духовное общение в интернет-сообществах подменяется душевным общением. Да, красивое пение, хорошая очень проповедь, материал для размышления мы получаем, очень качественный, хороший. Для чувств наших можно расплакаться, видя какие-то очень яркие картинки. И все это хорошо, но это душевная составляющая. В то время как духовная часть очень часто отходит в тень, и есть большой риск, что она может потеряться вообще, если люди прекратят физический контакт и нормальное церковное общение. Ну и еще одна особенность для жизни онлайн – это информационная доступность, которая приводит очень часто к конфессиональной размытости, к популизму, потому что многие из служителей легко поддаются на соблазн получить побольше лайков, получить побольше зрителей, чтобы больше было просмотров. По сути, как оценивается популярность сегодня? По количеству просмотров. Если тебя 3000 человек посмотрели, значит, все в порядке, все хорошо. А если 20 человек посмотрели, ну, не очень хорошо. То есть, вот эта доступность приводит к популизму. То есть, часто берут, ну, как привлечь людей? Взять хорошие темы. Какие темы хорошие? Чтобы был скандал. Если есть скандал, значит, обязательно будут смотреть. Тебе гарантия того, что если ты кого-то критикуешь, резко будешь критиковать, значит, тебя больше будут смотреть. Или говорить о втором пришествии, но говорить так, чтобы рассказывать какие-то новые сценарии, как все-таки все будет происходить. Это тоже тема беспроигрышная. Всегда будут тебя слушать и смотреть. Хотя ты можешь рассказывать что угодно. Совершенно оторванное от действительности, но гарантия популярности обеспечена. То есть, это вот негативные стороны жизни онлайн. Неустойчивость к духовной жизни, конфессиональная размытость, популизм. Что это все означает для нас, для евангельских церквей? То, что карантин не закончится. Есть исследования, которые более глобально, я их сейчас хотел представить, которые показывают, как люди реагируют. Пока это, может быть, не очень большая статистика еще. Мы не можем говорить, ну, может быть, очень достоверных цифрах, но тенденция уже видна. Первая часть. От 10 до 20% любой средней общины евангельской, если там примерно 100 человек, плюс-минус 100 человек, это обычная средняя община, плюс-минус 100 человек, так вот, от 10 до 20% такой общины всегда остается верной всем старым привычкам. Карантин на них абсолютно не влияет или, наоборот, даже влияет в хорошую сторону. Они становятся еще более ревностными, еще более преданными. становятся. Другие, где-то тоже 10-20% общины, обычно теряются примерно после двух-трех месяцев. Иногда после одного месяца, как только карантин ослабевает или прекращается. После этого, они сначала все приходят, очень радостные, но очень скоро они теряются. и приблизительно 60-70% вроде бы остаются в общине, но переживают достаточно серьезные изменения. Эти изменения сразу не видны, и, как правило, они касаются больше всего среднего поколения, от 30 до 50 лет, может быть, до 55 лет. Это люди, которые в этом возрасте уже хорошо освоили новые технологии, которые попробовали жизнь онлайн, попробовали разные варианты, имеют возможность выбирать, и хотя они остаются вроде бы верными своей общине, но они уже начинают жить частично, во всяком случае, жить в интернете. И вот эта статистика заставляет нас что-то делать, вызов для нас. И здесь возможны три варианта поведения для общин. Первый вариант – это ничего не делать. То есть вот все делать, как раньше, ничего не менять, ни о чем не думать. Мы же стоим на библейских позициях, мы же самые правильные, поэтому мы остаёмся, как были, и всё в порядке. В таком случае церковь, конечно, будет жить, но, вероятнее всего, затухая, теряя членов в такой ситуации. Но где-то лет на 20 ещё обеспечено. Обычно из средней церкви ещё лет 20 можно прожить. Так что некоторые выбирают такой путь. Второй вариант – противоположный. Начинают всё менять. Очень радикально, очень решительно экспериментируют с разными такими литургическими формами новыми, то есть новые формы прославления вводятся, экклезиологические формы, то есть новое представление об общине. Если традиционное представление о евангельской общине – это община святых, то есть есть некая дисциплина, есть какие-то ограждающие принципы общины, ну вот традиционная община построена именно таким образом, что у нас есть фиксированное членство, мы чётко знаем и отвечаем друг за друга, то новые эксперименты в области экклезиологии говорят, что, ну, надо любить всех, надо открывать стены не нужны, церковь должна быть без стен, поэтому надо выйти из церкви, надо идти к людям, и вроде бы всё правильно, всё хорошо, но в этом случае очень часто церковь теряет свою сущность. Она перестаёт быть церковью, потому что нет уже границы между церковью и миром, всё размывается, мы всех любим, всё это прекрасно и хорошо, но заканчивается это, как правило, тем, что часть церквей, простите, часть членов выходит из этой церкви, которая начинает такие эксперименты, а другая часть остаётся и создаётся фактически новая церковь, нового гатунку, как это сказать, видите, я даже забыл это слово, нового качества, наверное, да? И третий вариант. Третий вариант – это вариант средний, когда надо трезво понять ситуацию, проанализировать, что происходит именно с нашей конкретной общиной и провести серьёзную работу, чтобы всё-таки мы могли эффективно выполнять своё предназначение в новых условиях, воспользоваться теми возможностями, которые Господь сегодня нам даёт в условиях карантина, но при этом остаться общиной в соответствии с библейским представлением. А условия действительно новые. Если мы посмотрим на какой это мир, в котором будут находиться евангельские церкви, когда карантин ослабеет, а он ослабеет перед тем, как начнётся новая волна, то это мир, который определяется, на мой взгляд, очень важной характеристикой – страх. В мире более, чем пандемия COVID-19, распространяется пандемия страха. Причём этот страх не уходит, когда карантин слабеет. Страх остаётся. Он вызван не только опасностью заразиться, он имеет гораздо более широкий, наверное, характер. Есть ещё очень важные экономические последствия, которые очень сильно влияют, потому что пандемия, любая эпидемия всегда связана с экономическим потрясением. То есть люди теряют работу, очень неустойчивое будущее, малый бизнес всегда страдает больше всего, практически он закрывается во время таких потрясений, во время пандемии. И это всё очень серьёзно влияет на людей, которые действительно находятся в этом состоянии панического страха. Если сегодня ещё есть работа, я не знаю, что будет завтра. Кроме того, есть очень серьёзные политические последствия пандемии. Политические последствия, как я говорил, уже связаны с усилением контроля со стороны государства, с любого государства, кстати. Это относится ко всем. Причём ради безопасности самих же граждан. То есть обществу предлагается идея, что вот ради вашей собственной безопасности надо ограничить всё. И будут вводиться ограничения свобод ради того, чтобы сохранить безопасность. И здесь надо сказать, что растёт тоталитаризм. Растёт тоталитаризм, который, собственно, тоже создаёт страх, потому что государство начинает вести себя более агрессивно. Надо сказать вообще, что любая пандемия, любая эпидемия чаще всего связана, оказывается, связана с войной. Это было всегда. Если вы посмотрите в историю пандемии, то пандемия и война, они, как правило, идут рядом. И это очень опасное состояние, и все это тоже чувствуют и понимают. Это тоже создаёт ещё один элемент, очень серьёзный элемент страха, который нагнетается. И небезосновательно действительно есть страх. И этот страх приводит к тому, что люди, предчувствуя войну, предчувствуя апокалиптические эти настроения, которые нагнетаются в интернете, всякие теории заговора, которые распространяются, и даже верующие перебрасывают друг другу ссылки, что вот посмотри, там вот уже Антихрист вот-вот появится, вот уже все камни для третьего храма готовы, вот уже там рыжую телицу приготовили, всё уже. Кажется, что это вроде готовит людей к тому, чтобы они бодрствовали. На самом деле, совсем не так. Вот эти все теории заговора, вот эта апокалиптика, она, наоборот, отвлекает людей от Христа. Она очень вредна тем, что она сосредотачивает внимание на Антихристе, а не на Христе. И все начинают ждать Антихриста и смотреть, как там он будет чипы внедрять, каким способом это будет происходить. О Христе никто не говорит в этих теориях заговора. В этих роликах, которые заполнены интернет, там Христос вообще не присутствует. Создается впечатление, что всемирное правительство всем управляет. Не Бог управляет всем, а всемирное правительство. Масоны, оказывается, всем управляют. Они имеют силу. Они этот вирус придумали, они тут все это организовывают. Это все совершенно не евангельский подход к описанию событий, но это элементы страха. Это те элементы, которые формируют вот эту атмосферу страха. Вот это 5G сейчас будет, и вот это вообще будет ужас какой-то. Будет, конечно, 5G. И 6G будет, и 7G будет. Это технология, от этого никуда не уйти. Но угроза страха обнажает для верующих очень нехорошую тенденцию, которая давно уже есть, чрезмерный материализм и забота о собственном здоровье. Это, в общем-то, хорошие вещи, когда у нас есть какой-то материальный достаток и здоровье есть. Но когда это чрезмерно, и вот в этой ситуации страха, когда это обостряется, то это приводит к тому, что церковная активность значительно уменьшается, вовлеченность рядовых членов в церкви падает. И эта пандемия страха как раз оказывает влияние не только на мир, она проникает и в ряды верующих. И еще одна очень важная часть – это то, что коронавирус и вот эти локдауны обострили конфликт лояльности Богу и Кесарю. То есть государственные структуры получили опыт управления церковными организациями. Они поняли, как можно управлять. Если раньше, там, в советское время надо было КГБ, надо были войска, там, милиция, чтобы разогнать верующих. Сегодня не надо никаких усилий, оказывается, применять. Достаточно объявить карантин, наполнить интернет всякими экспертами, которые будут рассказывать, как опасно собираться вместе. И все. И люди сами будут идти на поводу тех решений, которые хочет государственная структура. То есть это очень серьезные вещи. И я вот на братском общении напоминал текст из первого послания Петра, где Петр пишет «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Я очень просил братьев не перепутать, кого чтить, а кого бояться. Потому что мы очень часто путаем, кого надо чтить, а кого бояться. Бога бояться надо. Только Бога надо бояться. Все. А царя надо чтить, только чтить. То есть всему должно быть свое место. И это, с одной стороны, как бы ослабляет позиции евангельских, с другой стороны, оно дает очень сильную почву для бравирования верой. Для таких фундаменталистских тенденций, когда люди вообще не хотят учитывать никаких условий жизни и подчеркивают, что если ты верующий, то тебя, конечно, никакой коронавирус не возьмет. А если взял коронавирус, значит, у тебя веры было мало. Ну, то есть, вот такая бравада – это совершенно не евангельское представление. И от этого тоже усиливается роль антиутопии, вот всяких сценарий конца света. И вот эти все фейки начинают распространяться очень активно. В этом новом мире, в который мы уже вошли на самом деле, очень слабеет роль общины. Возрастает семейный такой индивидуализм. Даже не просто индивидуализм, в смысле «я один», а очень маленькая группка становится важной. В то время как баптистское представление всегда было сосредоточено на общине. Община составляла очень важную часть. Община как собрание людей, которые друг о друге заботятся, которые понимают друг друга, которые не просто единомышленники, а люди, которые чувствуют родство между собой. В этом новом мире снижается вообще доверие к официальным авторитетам. Если говорить о посещении утренних собраний, то оно уменьшается, это посещение, но не так уж сильно. Порядка 20% по сегодняшним оценкам похоже, что уменьшается посещение воскресных утренних служений. Но, к сожалению, не вырастает роль малых групп. Многие предсказывали в начале карантина, что вырастет роль малых групп, и как бы церкви перейдут больше на вот такие ячеечные собрания. Но на самом деле не видно, чтобы этого произошло. Сегодня вот уже почти год прошел. Там, где были малые группы, они там и остаются. А вот где их не было, к сожалению, они так и не появились. И вот что очень серьезно и существенно, то, что после локдауна значительно увеличивается доля нецерковного христианства. То есть людей, которые признают Христа, говорят, что они верующие, молятся, ходят вроде бы перед Богом, но ни в какую церковь ходить не собираются. В богослужениях участвовать не собираются. То есть нецерковное христианство. Это тоже очень серьезное явление, с которым сегодня мы сталкиваемся, которое уже совершенно иначе представляет окружающий мир. Им не просто надо рассказать о Христе, они этого не знают, а надо фактически сделать гораздо большее, надо привести в церковь. А это, оказывается, сегодня гораздо сложнее, чем просто рассказать о Христе. Свидетельство о Христе – более облегченная сегодня задача. Люди слушают о Христе, а вот в церкови те они не хотят. В этом новом мире усиливается манипуляция сознанием. И надо сказать, что противостать вот этим фейкам, стимуляторам практически невозможно. Специалисты по манипуляции сознания, по информационным войнам вот в своих обсуждениях в более закрытых сообществах признаются, что противостать этому оружию массового уничтожения, которое называется информационная война, ему нельзя. Есть только один способ выключить эту информационную войну. Просто отключить телевизор, отключить интернет и главное – перестать смотреть новости, потому что новости как раз являются главным оружием информационной войны. И нельзя думать, что мы можем найти истину, если мы послушаем, скажем, одну сторону, послушаем вторую сторону, найдем где-то аргументы более весомые, и мы будем знать истину. Никогда вы истину не узнаете. Нет этой истины во всех этих фейках. Ее просто невозможно определить нормальному человеку, потребителю ее найти невозможно. Поэтому единственный способ противостоять – это только отключиться, и все. То есть мир совсем другой. И что делать нам, как детям Божьим в этом мире? Во-первых, я подчеркиваю везде, что мы потеряли сегодня общинность, и надо эту общинность восстанавливать. Кайноничность, общинность – это то, на что надо обратить наибольшее внимание. Даже не на проповедь слова, а на то, чтобы сформировать снова ту общинность, которая была характерна для баптистского братства еще в XIX веке, в начале XX века, да и на протяжении всего Советского Союза, когда говорили, что вот посмотрите, как они пошли, дом построили друг другу, кому-то помогли ремонт, помогли сделать что-то. Они жили как община, так о нас говорили. Сегодня, я боюсь, что сложно говорить о наших церквях как об общинах. Мы действительно уже стали не только называть себя церквями, но и превращаться фактически в церковные организации. Из общин стали как-то неудобно называть себя общиной, даже как-то несовременно, лучше называть церковью. Но общинность надо восстанавливать, и это очень непростое дело, особенно для больших церквей. Если церковь маленькая, там 50 членов или около этого, это намного проще сделать, чем для больших церквей. То есть надо показать христианство не просто как личное обращение ко Христу, не просто как собрание людей, которые слушают Слово Божие, а как народ Божий, который берет ответственность друг за друга, который действительно отвечает друг за друга. Во-вторых, надо совершенно иначе сегодня подавать истину евангельскую. Необходима другая форма подачи истины. Надо учесть, что мир сегодня уже имеет другие запросы. У него запрос на простоту, доступность, на ясность, а не на такой догматизм, традиционализм, официальность. Сегодня уже не хотят слушать таких проповедников. Хотят, чтобы все было ясно, просто, доступно. И это означает, что мы, не меняя содержание, как сегодня, собственно, говорилось уже, должны менять форму подачи истины. Контент наш иногда, или даже, как мне кажется, часто, оказывается параллельный тому содержанию, тому контенту, которым живут люди на улице. Мы часто приходим с нашими ответами, когда нас никто не спрашивает. Вопросов не задают, а мы им говорим, у нас есть ответы вам. Вот это то состояние, которое не приведет к успеху. Мы должны услышать реальные запросы людей, что действительно их интересует, и, начиная отсюда, подвести их к тому, что мы хотим сказать. Это, оказывается, очень сложно. У нас есть правильные ответы, они абсолютно верные, они проверены временем, они библейские, но люди их не могут воспринять, потому что у них другие вопросы. И вот это несовпадение как раз сегодня является очень серьезным. Сегодня, как мне кажется, главное не сказать Слово Божие, а главное быть услышанным, чтобы это Слово люди услышали. Слово, которое сегодня ожидают, это Слово, которое должно назидать, увещевать и утешать, как написано в Первом послании Карифина, в 14 главе о пророчестве, что пророчество, кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Вот это вот главный смысл, главное направление того, что ожидает. И что, собственно, делать сейчас нам? На что обратить внимание? Есть очень много направлений, я не буду обо всем говорить, я хочу только один аспект подчеркнуть. Мне кажется, надо обратить взгляд вперед, в будущее. Для того, чтобы правильно вести себя в настоящем, можно смотреть на прошлое, а можно смотреть на будущее. Вот мне кажется, что надо исходить из того, что мы должны увидеть все время будущее царства, которое грядет, и тогда мы можем понять время, в которое мы живем. Потому что мы живем действительно в последнее время, но последнее время наступило не сегодня, не в прошлом году, и не два года назад. Оно наступило еще от дня Пятидесятницы. Иоанн пишет совершенно ясно и понятно «Дети, последнее время». И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. То есть это было в конце первого века, он пишет вот эти слова. И они, конечно, сохраняют актуальность на протяжении двух тысяч лет. Это все время, последнее время. Сегодня оно сгущается, сегодня как бы это время становится, ну, сжимается это последнее время перед приходом. И очень важно смотреть вперед и понимать, что мы ожидаем, чего мы ждем. Или мы ждем, что карантин закончится и все станет на место, или мы все-таки ждем второе пришествие Христа. Я согласен, сегодня уже здесь не раз эта мысль звучала, что карантин – это не ошибка, не случайность, это рука Божья. Это не выдумка всемирного правительства, это не масоны придумали, это Бог действует. Это только Его рука, это Его план. И для чего этот план? И мы с вами догадываемся хорошо, понимаем, для чего все это. Для того, чтобы мы с вами могли встрепенуться, для того, чтобы мы могли понять, что сгущается уже вот это последнее время, что необходимо поправить свои светильники, необходимо уже быть действительно готовым по-настоящему. Для меня лично карантин совершенно иначе показал второе пришествие. Вот как-то он заставил меня пересмотреть мои старые взгляды на второе пришествие, которое не в том смысле, чтобы делать новый сценарий, как придет Христос. Совсем нет. Я никогда не строил никаких сценариев. Но в том смысле, что дата пришествия – это для меня теперь время, которое можно приблизить. Это нефиксированное время. Вообще, дату пришествия предугадать невозможно. И Христос говорил, что о дне том и часе никто не знает, ни ангела, ни сын даже, только Отец. И почему так? Ну, есть много богословских объяснений, я не собираюсь это говорить, все объяснения. Но одна очень важная деталь. Мне кажется, что эта дата потому не открыта никому, только Отец знает, потому что эта дата подвижная. Она может приблизиться. И наоборот, она может быть еще отдалиться, если будут некоторые условия. То есть, фактически, это дата, которая не фиксирована. Вот это вот для меня главная мысль, которую я в последнее время часто повторяю, и все-таки не устаю повторить еще раз. Необходимо активное ожидание. Я думаю, что мы часто повторяем молитву «Отче наш», не задумываясь над тем, что мы говорим. А ведь в этой молитве ключевыми словами являются вот эти слова «Да будет, да приедет Царствие Твое». То есть, Господи, я хочу, чтобы Царство Твое пришло. И вот тут возникает вопрос с точки зрения нашего традиционного систематического богословия. Можно ли передвинуть дату пришествия? Вообще, это реально или нереально? Или это только так кажется? На самом деле, молись, не молись, дата пришествия назначена, какой-то день Икс, и все, она будет так. Но на самом деле, если мы смотрим на события истории, библейская история, в всяком случае, мы постоянно видим, что дата определенных событий может меняться. Она может приблизиться или отдалиться. Бог что-то может назначить, и потом он может изменить свое решение. Ну, так было, например, самый яркий случай – это с Ниневией, когда пророк Иона проповедует, что 40 дней Ниневия будет разрушена. Прошло 40 дней, бедный пророк сидит в этой пустыне под солнцем, ждет, что вот-вот. Ну, 40 дней же уже прошло. Ну, 41-й день, 42-й день Ниневия не разрушена. Почти 200 лет еще Ниневия простояла, там чуть меньше, 200 лет она простояла после этих событий. То есть, почему Ниневия не казалась разрушена? Что Бог ошибся? Он что, неправильно сказал или пророк неправильно услышал? Нет, все было правильно. Ну, не тянешь, покаялись. Мы все прекрасно это знаем. Что причина, по которой изменился план Божий, это было покаяние. И Бог все время говорит народу израильскому, если будете делать так, так и так, то будет то, то и то. А если будете иначе поступать, то ждите, что небо будет для вас как медь и все прочее, и прочее, и наказания будут. То есть, Бог назначает и Бог отменяет. Вот очень интересно пишет пророк Иеремия от имени Бога. Бог говорит через пророка так, «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его, но если народ этот, на который я это изрек, обратиться от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и твержу его, но если он будет делать злое, пред очами моими, и не слушаться согласно моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его». 18 глава Иеремии, 7-й и 10-й стих. То есть, оказывается, Бог может что-то передвигать в своих планах. Да, Он четко выполнит все, что сказал, но когда Он это выполнит, во многом это зависит от наших молитв. И наши молитвы не пустую происходят. Мы своими молитвами можем соучаствовать в Божьих делах. Дети Божьи могут ускорить приход Христа. И я понимаю, что мы с вами сейчас несем ответственность за это. Петр пишет очень интересно, сегодня уже Александр Николаевич упоминал этот стих, 2-е послание Петра, 3-я глава, 12-й стих. «Если так все это разрушится, мы знаем контекст этого стиха, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихи растают». Я хотел бы обратить внимание здесь на два слова ожидающие и желающие, особенно слово желающие. Вот в украинском переводе сказано очень красиво здесь. «Якими ж слит вам будьте святыми у всім вашим жититов по божности, очикуючи и прискорюючи день Божьего приходу». Прискорюючи. У нас написано желающие. Действительно, вот это слово желающие предполагает не просто пассивное наблюдение. Греческое слово «спеуда» означает желать, стремиться, ускорять, убыстрять. То есть, если мы желаем Божьего прихода, это не просто пассивно смотреть, когда же Господь придет или наблюдать только за окружающим миром. А это желать в смысле молиться, желать в смысле стремиться. Чтобы ускорить, надо говорить, как говорила Первая Церковь. «Приди, Господи, гряди, и, слышавши, да скажет, приди» Откровение 22 глава 17 стих. И вторая часть для ускорения пришествия – это благовестие. Написано так. «Проповедано будет сие Евангелие Царства по всей Вселенной в воскресенье всем народам, и тогда придет конец». То есть, вот эта часть, о которой тоже сегодня уже много говорилось, это обязательная часть того действия, которое мы должны совершить, чтобы ускорить пришествие Христа. Если мы пассивны, если мы не молимся и не благовествуем, то мы оттягиваем дату пришествия и продолжаем еще страдания свои и мучения. Ну, и здесь, конечно, должна быть особая решимость. Мы должны понимать, что надо не просто быть готовыми к пришествию Христа, а надо стремиться и ждать и хотеть этого пришествия. Конечно, у нас всегда есть такое чувство, что, ну, я же еще не такой святой, вот у меня и это есть, и другое. Вдруг сегодня ночью Господь придет. Ну, действительно, Он же может прийти этой ночью. Если я молюсь об этом, чтобы Он пришел и еще я был живой, я хочу этого, я прошу, чтобы так случилось, чтобы не через смерть, а вот увидеть Его пришествие явно глазами своими. Не знаю, как Господь ответит или нет на мою молитву, но если Он придет сегодня ночью, а я вроде бы не готов, что-то я же не совсем еще совершенный человек, то как быть? Возьмет Он меня или нет? Может быть, лучше, чтобы не этой ночью, а там через год, за этот год я подготовлюсь. Ничего подобного. Не подготовишься ты за этот год. Поэтому мы надеемся, что Господь возьмет нас не по нашей праведности, а только благодаря Его милости, по Его праведности. Он дает нам одежду святую, праведную, чистую. Это не наша заслуга. Это не значит, конечно, что мы можем жить как угодно, понятно, что мы делаем все от себя зависящее, но пришествие – это день, который застанет нас в том состоянии, в котором мы находимся. И если мы с верой ожидаем, хотим, молимся, просим и действуем, чтобы приблизить пришествие, то, мне кажется, мы действительно делаем то, что надо. Готовы ли мы это делать? Это, собственно, вопрос, который должен звучать у нас, и мы должны, глядя на весь ход современных событий, обратить наши взоры вперед и действовать сегодня, понимая, что Господь может в любой момент прийти, и лучше, если Он застанет меня за трудом. Как когда-то Лютер говорил, что если бы я знал, что Господь придет завтра, я бы сегодня посадил дерево. То есть, я предлагаю не дерево посадить сегодня, а еще одному грешнику засвидетельствовать о Христе, еще что-то сказать о Господе. И тогда я действительно буду выполнять то предназначение, которое Господь мне определил. Ну, а на этом мы пока остановимся. И если есть вопросы, разъясняющие, пожалуйста, если нет, то вы высказываете свои соображения. Пожалуйста, брат, вот имеет уже. Если мир будет перепрошит на обесценивание общинности, то зачем Церкви придерживаться общинности, если это для мира не привлекает, а даже больше отталкивает? И второе, какой такой абстрактный, какой модель Церкви создал бы Христос, если бы Он пришел вот в наше время в первый раз? Ну, первая часть. Я утверждаю, что хотя мир делает все, чтобы распорошить, разбить общинность, чтобы рассредоточить, то есть сатана просит, чтобы сеять вас, как пшеницу, разбрасывать, чтобы не было, чтобы вы не были едины, то Христос как раз предлагает общинность как альтернативу и как единственный вариант богоподобного образования, потому что, если говорить богословски, то сам Господь представляет собой единство троих и более чем троих. Он хочет ввести нас в свое собственное общение. Мы становимся детьми Божьими, входим в одну семью, то есть это, ну, образно говоря, очень близкое общение, которое нас ожидает в вечности. И с этой точки зрения Христос создает церковь как общину, общину тех, которые должны отвечать друг за друга, заботиться друг о друге, точно так, как существует тело, обычное человеческое тело. Оно связано между собой, и каждый член тела, если его разделить, ну, есть попытки сегодня, вот, скажем, робототехника дает возможность сделать себе дополнительную руку, робота в виде руки, чтобы я мог работать удаленно на расстоянии этой рукой. Это вроде и неплохо, но я остаюсь собой, личностью. И вот в некотором смысле церковь – это тоже невеста Христа, это личность, которая состоит из множества членов, поэтому все эти члены составляют собой некую общинность, которые взаимовлияют друг на друга. Так же, как рука заботится о голове и о ноге, и нога служит тому же телу, точно так и в Церкви Христовой. Практически это означает, что только община может показать сегодня альтернативу тому влиянию, которое мир ищет и не может. Люди мира сегодня могут себя реализовать в одиночестве, и они не знают, что делать. И община, церковная община может продемонстрировать им эталон, показать им образец, как можно жить вместе. Это, оказывается, непросто, но это единственный выход для людей, потому что люди – существа социальные. Человек не может жить вне социума. Он живет всегда в окружении людей, и без людей он перестает существовать. Но вот как он живет в окружении людей – это вопрос. Поэтому я считаю, что несмотря на то, что мир делает все, чтобы разрушить общинность, взаимную связь между людьми, зависимость между людьми, церковь должна, наоборот, показать эту общинность. Ну и второй вопрос в отношении идеала общины или церкви, которую бы Христос создавал сегодня. Так я понял этот вопрос. Я уверен, что он бы создавал ту же общину, которую он создавал, находясь на земле. То есть, это не была бы община, которая бы отличалась от той общины учеников, которые постоянно были с учителем, которые жили вместе, которые понимали зависимость друг от друга. Даже тогда, когда уже Иисус видимым образом уходят с земли, в Иерусалиме остается община, где они собираются вместе, где они вместе преломляют хлеб, где они вместе делят имущество, поддерживая друг друга. То есть, вот такую общину он создал, и у меня нет оснований думать, что сегодняшняя община должна строиться на других принципах. То есть, я бы сказал, что сегодня Христос, вот с моей перспективы, он бы создавал точно такую же общину, как и в первом веке он создал. Давайте еще и разъясним. Это очень важный вопрос, кстати, брат поднял ключевой, я бы сказал, вопрос. Это вопрос, над которым надо очень серьезно думать, как нам возвратить общинность. Это очень непросто, как мне кажется. Если вопросов нет, то я тогда позволю закончить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok